«Кони торопливые, чутко смотрят в тёмную даль, воздымая гривы». Эксперимент решился руководитель оркестра МГУ Анатолий Якименко. Он сделал аранжировку этого произведения для группы духовых инструментов. Концерт Свиридова мы задумывали уже года три назад, но всё не получалось у нас. У нас в этом году десятилетие нашего оркестра, поэтому мы уже созрели для того, чтобы сыграть такую музыку сложную, красивую Георгия Свиридова. Состав оркестра – профессионалы своего дела. Среди них есть и курсанты-студенты. Анатолий не скрывает, играть Свиридова непросто, ведь «Сюита» написано для полноценного симфонического, а не духового состава, но удовольствие этого стоит. Однако скрипку дирижер решил оставить, правда, только одну, и на очень короткий фрагмент. Для того, чтобы пушкинская история покорила сердца слушателя, важно, чтобы её рассказывал истинный мастер. Поэтому Анатолий пригласил народного артиста России Владимира Сергиякова, для которого это тоже своего рода премьера. Пушкина вместе с оркестром он прочтёт впервые. Для меня это первый опыт такой, и мне было интересно, как это будет всё выглядеть, как это будет звучать, что я буду при этом испытывать, и что будет испытывать зритель, который придёт в понедельник в театр Пушкинский. Владимир Сергияков признаётся, Пушкин и Свиридов будет интересен любому зрителю. Несмотря на то, что в повседневной жизни стало мало романтики, высокие чувства и дух авантюризма, свойственные человеку, никуда не делись, Исполнители уверены, те, кто придёт на спектакль, смогут испытать самую богатую гамму эмоций. Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.